Протовцы! В общем, пришло мне смс на телефон, что берите его с собой в продаж. Мы сегодня будем вечеринку устраивать в американском стиле. Ну я благодарен за приглашение, но уверяю вас, настолько загружен, что вечеринки я давно уже... Да ладно, мы вас привезем, привезем. Ну хотя бы на часика два. Мы будем в буржуйском доме таком. Я уже привык спать, так сказать, дома и достаточно веду такой образ жизни скучный, поэтому большое спасибо. Нет, так спать вы дома будете, мы вас увезем. Главное там. Ну созвонимся, я думаю, что, ну, вряд ли. Я приглашусь ему любви и уважения. Там такие, мы с такими девчонками по радио вчера. Нет, огромное спасибо, но я к девушкам отношусь просто по-товарищски. Уже в мои годы... Как коммунист. Да, как коммунист. Девушка-товарищ. А мы еще пока нет. Алексей, вопрос есть? Да, давайте. Вот этот чувак-то по Деникипинскому району, который хотел задать вопрос, его с кем, что ли? Почему? Это другой человек. Да, ну, спасибо, спасибо, хороший вопрос. Я не приду. Не, понятно, спасибо. Друзья мои, ну, в стране с 90-х годов нет выборов. Последние выборы были выборы при Горбачеве, когда либералы, демплатформа, так сказать, и так далее, пришли к выбору, все. Сегодня с каким-то текстом говорят, что в 96-м году победил Жюганов, что, так сказать, все эти годы. Вопрос огромной легитимности этого режима, потому что практически выборов нет. И сегодня понятно, что рейтинг «Единой России» намного ниже, чем, так сказать, реально интересует. Поэтому, безусловно, никаких выборов нет, об этом никто не говорит. Но на сегодняшнем политическом поле России сегодня одна партия, которая способна поменять политический курс. Можно по-разному относиться. Нравятся коммунисты, не нравятся, но это только левые, это коммунисты. Все остальные партии или малозначительные, или будут продолжать тот же право-ридикальный курс, который начинал Гайдар, который угробил экономику страны. И сегодня правая партия, это «Единой России» у власти, которая продолжает тот же либеральный правый курс, который привел к вымиранию 15% населения страны. Поэтому вот такая ситуация. Ясно. Что за вопрос там по Джентильевскому был району? Человек позвонил, в общем, мы его посадили на провод, но, в общем, видимо... Провод оборвался, да, но и что он за вопрос, я не знаю. Есть звонок, я не знаю там, что за вопрос, но я думаю, что он сегодня еще позвонит. Алло. Здравствуйте. А, во! Как зовут? Понятно. Ну, или не меня, а мы заявили, Генский, да? Понятно, но, друзья мои, вот для этого должен быть принят закон на всех уровнях, на муниципальном, о депутатском наказе. То есть вот те люди, которых вы избираете, должны подписывать определенные поручения ваши и перед вами отчитываться. Должна быть процедура отзыва депутатов, то, что сегодня у нас нет. Деньги выделяются, есть бюджеты районов, есть бюджет города и так далее, есть федеральный закон о бюджете и так далее. Хотя и местный орган самоуправления отделен государственных органов, но там тоже есть система контроля. Но еще раз говорю, ваша связь, ваш контроль, это ваши депутаты. Но учитывая, что сегодня на выборах идут различные манипуляции, вот я до сих пор по выбору в городской думе сужусь, я победил выборы по Ленинскому району. Я поймал за руку, когда были вбросы и так далее. Сегодня жалобы находятся в прокуратуре и так далее. Но не возбуждают дела уголовные. За вас на выборах решают в администрации, в кабинетах, кто пройдет, кто не пройдет. Не вы решаете, они решают. Они считают, кто может быть в Думах, кто не может. В итоге сегодня в Думах мафия, бандиты, люди, представляющие крупные финансовые группы. Но ваших представителей там, к сожалению, нет. Поэтому такая ситуация. Да. Все, я хотел, чтобы меня батя был депутатом. Мне-то вот там одни бандиты. Алло. Добрый. Здорово. Добрый вечер. Добрый вечер. Как зовут? Чуковская. Как зовут тебя, дружище? Антон, пока мы не придумали рифму на твое имя, давай мочи вопрос.